Всем привет, и в этом видео мы вместе с вами распакуем потрясающую куколку из серии Shadow High. Это у нас Scarlett Rose. Это у нас получается какая по счету серия? Третья, да, и из этой третьей серии мне понравилась только она, других персонажей я не хочу. На эту куколку я собирала донаты на стримах, на экране будут ники тех, кто помог мне ее приобрести, спасибо вам огромное. Кукла просто потрясающая, я о ней долгое время мечтала, хотя с самого анонса этой коллекции мне не понравился никто, но потом я разглядела ее. У нее безумно красивый макияж, вот этот вот темно-винный цвет просто офигенный, классные аксессуары, прям не терпится все поскорее рассмотреть поближе и полапать. Но перед этим, конечно же, хочу сказать огромное спасибо моим действующим бустерам на экране вашей ники, спасибо вам огромное за поддержку. И отдельная благодарность Луны с Натей и Мусичке моим подписчикам третьего уровня, подписчик-любитель. В этом месте у нас снова разыгрывается куколка на выбор, вот такая, либо вот такая. Если хотите принять участие в розыгрыше, то ссылочка на мой бустер будет под видео. Начнем с упаковки, вот такая вот прямоугольная коробочка, сзади у нас не фото всей серии, а всего лишь три персонажа. Не знаю, мне нравилось, когда вся серия была на заднике. На правой боковинке по традиции написана специальность, на которой учится Скарлетт в школе Shadow High. Это у нас креативное писательство, что-то типа того. Короче, у нас Скарлетт писательница, пишет сказки, либо истории. У нее на кофте название Storywood и на обеих книжечках тоже написано Storywood. И уже давно ходят фанатские теории, что это спойлер к предстоящей какой-нибудь сказочной коллекции. Очень хочется в это верить. И давайте не будем затягивать и распакуем нашу Скарлетт. Скарлетт. Кстати, вот я не знаю, к кому ее ставить. Shadow High у меня все-таки в основном черно-белые. В красную гамму вниз. Вот как раз-таки они там у меня две. Рубия зимняя и... А, как ее? Дарья. Не знаю. Короче, нужно будет смотреть. Место на полках уже заканчивается, к сожалению. Так, давайте посмотрим на куколку поближе, на заднике. Вот так вот она стоит. И с левой стороны у нас аксессуары. Сейчас я все откреплю и будем с вами смотреть на нее поближе. Та-дам! Она у меня в руке. Какая классная. Мне так нравится ее абсолютно кэжуальный образ. Тупо джинсы, тупо толстовка. В принципе, как я и в жизни хожу. Блин, такая классная, прям моя девочка. И вот так вот выглядят аксессуары сверху. Очки, две книги, видимо, блокнот для записи и кружка с кофе. Это тоже мое. Я обожаю пить кофе и всегда люблю, когда куколкам дают такие кофейные стаканчики. Я знала, что тут настоящие книжки, но, блин, я не ожидала, что они настолько классные. Офигеть, офигеть. Они настоящие. Да, у меня вывалился карандаш. Нет, это карандаш, наверное, все-таки. Чуть не потеряла. В комплекте у нас идет подставка вот такого цвета. Я бы больше сказала, что это какой-то розовый, не бордовый. Тоже с блестками. И, конечно же, расчесочка тоже в таком же цвете. И вот она, потрясающая, скарлетт. Слушайте, я бы даже не сказала, что она из шэдоу-хай. Она как будто просто очень бледная. И, кстати, интересно сравнить их с этой, с милой Берримор. У меня ее, к сожалению, нету. Похожи у них оттенки или нет? Ладно. Конечно же, очень залачные волосы. Это нужно все мыть. Прическу я, наверное, такую и оставлю. Вот эти вот гульки такие свежные, какие-то улиточные. Прикольно выглядит. Также есть на голове шесть заколочек серебряного цвета. Волосы разных бордовых оттенков. Даже есть такой красноватый. Очень интересная цветовая гамма. Кстати, даже есть черный, смотрите. Даже черный. Офигеть. На лбу молдированный baby hair, окрашенный в цвет под ее волосы. Очень интересные такие светло-красные бровки с красивым ингредиентом. Глаза светло-коричневые. Очень красивый бордовый макияж. И на подвижном веке серебряный глиттер. Яркий румянец на щечках присутствует. И мне безумно нравится, как окрашены ее губы. Это такой ингредиентный красновато-бордовый оттенок. И на них нанесен прозрачный лак, имитирующий блеск для губ. Очень суровые сережки с имитацией колючей проволоки. Выглядит на самом деле страшновато, но круто. И у меня немножко такой диссонанс в голове. Все-таки колючая проволока все-таки ассоциируется с каким-то роком. Каким-то образом таким пожестче. Это такая милая Скарлетт в толстовочке. И у нее сережки из колючей проволоки. Интересно. У нее вот такая вот толстовка темно-бордового цвета. Со словом Storywood. И с двумя такими вензелями сверху и снизу. Все в серебряном цвете. Сзади у нее есть капюшончик. И, кстати, я видела, Марина Мяуриш одела эту толстовку задом наперед. И тоже очень классно выглядит. Кстати, смотрите, как облезает эта толстовка. У меня вся Скарлетт и бордовой пыли. И вот такой способ носить эту же кофточку. Под низ, конечно, нужно надеть какую-то футболочку, маечку. Или бы на платье можно. И капюшон, так как он на липучке, тоже вот можно назад убрать. Вот такая вот толстовочка, может быть. Или вот так вот в застегнутом виде использовать ее. Если вам не нужен этот логотип Storywood, то вот такая вот обычная casual кофточка. А-ля на молнии. И под толстовкой у нее вот такие вот джинсики. Они укорочены. Они такого интересного цвета. Серого, но уходящие в такой зеленый болотный какой-то. По всей длине штанины есть пластиковая молния. И внизу она как будто бы расстегнута чуть-чуть. И есть собачки с буковками SH. Shadow High. Сверху есть держатель для ремня. И вот такая вот серебряная пуговичка. Сзади на джинсах кармашков нету. Они просто вот такие вот обычные, без ничего. И на ножках у нее такие абсолютно обычные ботильончики. Кстати, по форме мне напоминают ботильоны от базовой Ruby. Но они там у нее с языками пламени. А тут они вот такие вот. Просто сокрашены подошвой и каблуком в бордовый цвет. И единственная их украшалочка это слово Shadow на щиколотке. А так они просто черные и глянцевые. И конечно же немаловажной деталью является ее тлиннющие ногти. Очень интересный маникюр бордового цвета с серебряными кончиками. Выглядит супер круто. Мне безумно нравится, как они делают такие ногти. Первые такие ногти длинные появились у Shadow High, у близняшек вроде бы Шторм. И сейчас их и Rainbow High давали в последних сериях. Но, видимо, больше мы таких ногтей не дождемся. Потому что теперь Rainbow High нацелен на детей. А детям такие длиннющие ногти не нужны. И вот так вот она выглядит на подставочке. Господи, какая она милая, я не могу. Даже что-то такое вампирское у нее есть. С вот этим вот бледным цветом кожи, красными глазами и губами. Как будто губы у нее в кровище. Давайте посмотрим на ее аксессуар. Первый это стаканчик. Мне интересно, он открывается или нет? Нет, он не открывается. Вот так вот он выглядит. Просто белый с бордовой полоской. И есть держатель для руки куколки. И здесь написано имя Scarlett. Обычно так подписывают в кофейнях стаканчики для заказавших. И на самом деле очень странный держатель. Он прям супер какой-то широкий. Scarlett даже не хочет брать его в руку. Только вот так вот. А сюда не помещается из-за того, что мешает. Палец большой. Короче, как-то не знаю. Странно, странно. Мне не нравится. Следующий аксессуар это вот такая вот книжечка. Точнее можно сказать блокнотик. Он на замке. Здесь есть надпись Shadow High. Как будто бы можно подписать эту тетрадку своим именем, фамилией. Во всей тетрадочке есть логотипы SH. Также есть серебряные уголочки. Как будто бы металлические. Внутри просто она разлинована. Очень классно, что эта тетрадочка открывается. И чтобы писать в этой тетрадке, нам положили карандашик серебряного цвета с черным грифелем на конце. И также тут есть держатель для пальчика. И его уже можно дать в ручку Scarlett. Хороший держатель. Она отлично его держит. И самое клевое это вот эти вот книжечки. Они настоящие, бумажные. Вы только посмотрите. Я не верю в это. Знаете, есть шары сейчас с Зуру с книжками. Мне кажется, что вот эти даже как-то будут покачественнее. И там есть... Там настоящие буквы. Не знаю, видно ли это будет на камере. Сейчас я вам приближу. Настоящие слова. Обалдеть. Обалдеть. На одной из книжечек у нас вот такой вот логотип с принцессой. У нее есть яблочко. Как будто бы это история Белоснежки. На обеих книжках у нас автор T.M. Sparkle. И название этой книги Storywood and the Enchanted Princess. Сзади выглядит она вот так. И даже есть сбоку название и логотип. Я в шоке. И вторая книжка вот такая. Здесь логотип как будто бы Оз. Намек на страну Оз. И здесь название книги просто A Storywood Fairy Tale. Также сбоку есть название логотип Оз. И сзади просто логотип Оз. И тоже она со страничками. Обалдеть. И последний аксессуар. Это вот такие вот крутые очки. В черной оправе. С бордовыми стеклами. И в углу стекла есть надпись Shadow. Как будто бы это бренд этих очков. Также вот здесь по краям есть такие серебряные как будто бы заклепочки. Но у меня очки попались с браком. Вот тут вот внутри какая-то царапина. Не знаю видно ли это на камере. Но ладно ничего страшного. И вот так вот эти очки выглядят на Scarlett. Мне кажется они большеваты для ее лица. Я что-то ожидала что они будут как-то поменьше. Но все равно смотрится классно. И очень круто что полностью видны ее глазки. Линзы достаточно прозрачные. Но я бы наверное ей дала знаете какие очки. В стиле Ray-Ban. Вот эти вот классические. А эти какие-то очки все-таки более спортивного стиля. Не знаю. Мне кажется именно к ней, к этому образу они не очень подходят. Ну да ладно. Она у меня все равно будет стоять без очков. И давайте покажу как книжечки выглядят со Scarlett. Ну по размеру просто идеальное выпадание. И вообще эти книги можно использовать и для других кукол. Они такие достаточно маленькие. Можно использовать во всяких фотосессиях. И покажу как выглядит ее блокнот. Тоже вот так вот. Он чуть побольше книжек. Если сравнить их по размеру, то вот такая вот разница. Аксессуары просто офигенные. Самые крутые аксессуары, которые мне попадались в Rainbow Shadow High. Куклы я абсолютно довольна. Не терпится помыть ей волос, чтобы она выглядела более прилично. Я в восторге. Спасибо огромное всем, кто помогал мне ее купить. Надеюсь, вам это видео понравилось. Напишите в комментариях, есть ли у вас Scarlett. Или может собираетесь ее себе прикупить. Жду ваши пальчики вверх. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там мои все новости, покупочки и так далее. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И спасибо вам большое за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok